Если говорить о праздновании Дня Победы, я никогда не забуду одну из поездок. У нас было очень много артистов, была команда просто, оркестр Елисеева, был Иосиф Кобзон, была Надежда Бабкина, были эстрадники, у нас было очень много, у нас был целый самолет. Нас не пустили в такой порт, как порт Одессы, мы поехали в Киев, в Киеве не дали площадку. Это было не на это празднование Дня Победы, поэтому запрещение праздновать День Победы для людей, которые прошли эту войну вместе с нами, мы же были одной державой. У меня там живут друзья, многие друзья приехали сюда, и они страдают от того, что запрещают там это делать. И буквально вот днями сказали, ну это катастрофа, нам нельзя выйти и сказать о том, что День Победы хороший день. Это говорят реальные люди. Ну как я не могу, вот как я могу не верить людям? Я считаю, что это просто трагедия. Если у вас есть какая-то культура, если у вас есть какая-то жизненная позиция, что вот Россия это агрессор, вот выйдите один, действительно один на один с нашим любым вот русаком спарным, вот с обыкновенным московским дворовым вот просто морпехом, вот, и просто поговорите без драки о Дне Победы. И наш морпех, вот я уверена, что он первым скажет, что День Победы нельзя отменять, ребята. Это наша общая память, и он подаст руку, потому что мы всегда стояли плечом к плечу. Нельзя этого делать. Мы славяне. Ребята, мы славяне. Помните об этом.